Приветствую, друзья! У меня там в Телеграме, кто не подписан на Телеграм, подпишитесь, пожалуйста. Александр написал письмо, что очень интересно было бы, если бы он собрал вопросы, которые мне посылают. Мне прислал, и я бы на них отвечал. И эти вопросы были бы, как я и прошел обычно, самые каверзные. Ну вот, например, такое, почему я раньше пил спиртное, зная метод-ключ, а потом перестал пить и много лет не пью уже. Что я раньше не знал, что ли, метод-ключ, знал, а почему пил? Ну, вопрос такой. И вот здесь у меня, помните, картина была «Красная-красная», называлась «Упоение шампански». А теперь я ее переделываю, переделываю, и теперь я приглашаю вас в формат коллективного разума. Пишите и комментах, что добавить, что убавить. А помните, у Булгакова тоже вот этот вот пив такой дьявольский был, да? Ну, а это вот, любил я выпить. Почему я выпить убил? Ну, потому что подсел на это, когда меня, как декабрист, родители внушили мне, что, чтобы поступить в медицинский институт, мне надо иметь хороший аттестат. Институт у нас в Макачкале был потрясающе большой, с таким распределением по всем городам Советского Союза, да, и поэтому трудно было поступать. И поэтому, если был сельский этот самый аттестат, и три месяца последних я учился в селении, в Батлайче, Кунзакского района, в школе. И там много у меня родственников, друзей, всем привет. И вот, значит, я там заканчивал школу, и поскольку я был школьный мальчик из города, меня каждый день вызывали к доске, значит, чтобы продемонстрировать, как надо учиться. А я всё время думал о своей Татьяне, который был влюблённый. И, естественно, понятно, что у меня в голове, и я каждое воскресенье, субботу ездил в Махачкалу за 180 километров, или летал на самолёте там. Однажды даже пешком пошёл, потому что оказалось, праздничный день у машин попутным не было. Короче, у меня там появился друг по имени Аду, который курил и пил, а я не курил и не пил. И я говорил всем нашим школьным детям, не курите, вы что, не понимаете, что это вредно и так далее. А там вот в этом, как декабри состоянии, ну, я и закурил, и запил, Старку пили, Старка была такая, в Сильпу продавали Старку, такая розоватая, я не знаю, кто помнит. И сигареты по мир за 10 копеек. Ну, и, короче, я присрастился. А потом, в течение многих лет, он много раз пытался бросить пить, и не мог, потому что мне казалось, что я лишусь праздника. Да, я же ещё не знал тогда, что кофе по утрам выжигает последние запасы питательных веществ, и обязательно вечером после этого я выпиваю. Хотя я писал даже себе на стенке, помню об утре, потому что у меня были из-за сосудистых нарушений дикие похмельные состояния. Ад. Ну, я этот ад снимал вот этим раем временным, после которого рад ад. Вот это колебательный процесс. Я почему не мог бросить пить, зная ключ уже потом, потому что мне казалось, повторяю, что я лишусь праздника. И поэтому я пытался дозировать, но не получалось. Я пытался запомнить, что за рюмкой стоит почка, всё равно не получалось. А потом, когда у меня случилась трагедия, когда я упал на гололёде, ударился головой, позвонок влетел в спинной мозг, и когда я на следующий день, и на следующий день, и потом, и потом, через некоторое время приходил в себя после этой травмы, я ещё не был тогда оперированный, но я как-то однажды после виски, который меня угостил мой друг, как брат мне, Лев Мелихов, величайший фотограф, да, и вот он мне говорит, ты пьё виски, зачем ты пиво пьёшь? А я пил только пиво. Ну, я пил, а потом только какой-то день я очнулся на полу. Я испугался, потому что я почувствовал, что я потерял контроль над ситуацией. То есть жил, вечером было нормально, а вдруг оказался на полу, и вот, извините, и этот страх, что я могу потерять контроль, это дикий страх, что я могу лишиться разума. после этого я не пил ни капли. Много лет, и не пью. И вас могу научить, кто не знает, как это сделать. Я тогда изобрел гомеопатический алкоголь, 5-7 капель под язык, или 12 капель под язык, когда очень сильно хочется выпить, на время отвыкания и так далее. И многих вылечил от алкоголизма. Короче говоря, сейчас не об этом. Сейчас о том, что у нас скоро будет вебинар для развития изобретательского мышления. Чтобы вы могли, не ожидаясь вот таких трагедий, не дожидаясь их, и пить бросить. И нашли способ, как бросить пить, не дожидаясь того, что вы упадете, или еще что-то случится, какая-то катастрофа, или еще чего-то. А будучи и молодыми, и пожилыми, кому это нужно, могли бы придумать себе, изобрести средства, как бросить пить, или как создать новое изобретение по любому поводу, по любому поводу, по любой волнующей вас задачи, личной, неличной, научной, чтобы вы развели вся изобретательское мышление. И там использовали нулевое состояние, в котором автоматом отсекаются страх, комплексы, шаблоны мышления и психологическая инерция. То есть вы выходите из доминанта, из состояния заширанности, на состояние свободы, которые окрашиваются в вашем самочувствии, в вашем состоянии, в зависимости от исходного состояния. Если вы были недоспавшие, вы там досыпаете. Если вы были недоплакавшие, так сказать, вы там выплакиваетесь. Если вы хотите решить какой-то вопрос, у вас уже эта пустота в голове меняется, сменяется на поток состояния, в котором вам помогает природа творить. Это очень круто. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.